Время и дети. Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. Время и дети. Время и дети. Новый проект на Пилот Радио в эфире уже прямо сейчас. Я Марина Семёнова, а также мои соведущие Артём Фёдоров, сооснователь среды образовательных возможностей СОВУМ и Павел Хелько, основатель детского клуба Верхтормашками, арт-педагог. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. В программе «Время и дети» мы знакомим вас с профессиональными мнениями по самым разным вопросам детства, что делать, чего не стоит делать, чтобы наши дети росли счастливыми, умными, здоровыми и, конечно же, успешными. Это мы выясняем из программы в программу вместе с нашими слушателями. В этом выпуске решили разобраться, как же научить ребёнка помогать по дому. До эфира собирали мнения нашего подрастающего поколения, спрашивали, как дети помогают своим родителям. Обязательно познакомим вас с этими мнениями в нашей традиционной рубрике «Детское мнение». Итак, как же научить ребёнка помогать родителям по дому? Вопрос, как и практически любой, наверное, касающийся детей, однозначного ответа не имеет. Просто некоторые родители говорят, что вообще не надо учить ребёнка помогать по дому, пусть у него будет детство, он играет там, развлекается себе. Другие говорят, что это обязательно, поскольку ребёнок будет находиться чаще в кругу семьи, он будет помогать по хозяйству, таким образом будет вовлекаться в жизнь семьи и сам будет чему-то учиться, что поможет ему в дальнейшей жизни. Ваше мнение каково? Нужно всё-таки учить ребёнка помогать? И вообще должен ли ребёнок помогать по дому своим родителям? Павел? Ну тут, наверное, вот в ваших словах, на мой взгляд, есть некий ответ, потому что вот сколько смотрели книг по свободным образованиям, всему остальному, ребёнок учится глядя. И поэтому, если он видит, что вы что-то делаете по дому, рано или поздно каждый ребёнок захочет помочь. То есть вот у меня дочки, да, они там периодически у меня пылесос с маленькими брали, ещё что-то. А в процессе просто некоторые вещи, ну там мытьё посуды ещё, ну им хочется попробовать изначально, поиграть, так сказать, в эту игру, да, такую социальную игру, вести домашнее хозяйство. Вот, а в процессе, когда уже просто, ну вот у нас, допустим, идёт просто просьба, то есть не могла бы ты или помой, пожалуйста, посуду, или уберись, пожалуйста, в комнате. Соответственно, когда там, ну, опять-таки, я не скажу, что это панацея, да, но вот лично из моего примера, можно некоторые сравнительные формы. Это вот как бы страшно не звучало, это такая некая педагогика, да, вот сравнительные формы. То есть мы же не хотим жить как в хлеву, да, поэтому мы где-то что-то можем убраться. Но чрезмерное, чрезмерное вот это давление на ребёнка, мне кажется... Вот ты должен, да, сейчас мне помочь, я убираюсь, и давай ты тоже. Вы знаете как, слово «должен», я уже давно сказал, что это такое непонятное для меня тоже слово, как ответственность, да, была в передаче? Потому что что значит долг? Кому он должен? Мы его родили, мы его воспитываем, скорее всего, тут больше мы должны, если уж из каких-то понятий исходить, чем он нам что-то должен. Вот, всё, что он должен, он отдаёт, он любит нас, любит нас, привязан к нам, и свою любовь через поступки, через какие-то вещи он показывает. Вот, и поэтому, вот просто сейчас есть пример тоже живой, ввиду мальчика, приёмного ребёнка, уже взрослого, подростка. Соответственно, там идёт всё через любовь. Вот родители объясняют, мы тебя любим очень сильно, да, и поэтому не мог бы ты что-то такое сделать. Но там идёт даже не помощь, а, скорее всего, некий воспитательный процесс. Поэтому заставить и научить, ну, не знаю, давайте возьмём палку и будем дрессировать. Артём, ваше мнение? Артём, в данном вопросе у меня очень такое мнение, что да, это очень интересно, полезно и важно самим детям, участие в такого рода деятельности. Первое, да, им интересно пробовать, вот, всё это попробовать, и в данном случае здесь нужно, есть смысл поспособствовать этому, помочь, рассказать, показать и поучаствовать в этом процессе. Вот, правда, после пробования это чаще всего уходит, скажем так, да, интерес проходит, но в данном вопросе, поскольку мы говорим, мы за самостоятельность детей, да, и за то, чтобы они с каждым шагом становились всё более самостоятельно и приспособлены к жизни, то как раз этот аспект, он крайне важен. Вот, и здесь мы говорим про то, что если ребёнок, если ребёнку посилена какая-то деятельность, связанная с его жизнью, то, по идее, эту деятельность ребёнок должен осуществлять сам самостоятельно. То есть, если он может попить, налить себе воды в стакан и попить, он должен это делать. Ну, не то, что должен, он может это делать, а поэтому он это делает как сам, и первое, что у него возникает, понимание того, что он какой-то частью своей жизни управляет, и какой-то, и в этом, в этой жизни он сам может что-то делать вне, скажем так, вне родителей и вне вот какого-то такого поля. И плюс к этому у него возникает определённая самореализация, потому что он может, он делает что-то сам, он видит результат. И получает от этого удовольствие. Да, удовольствие получает и так далее. Вот, и вот сейчас у нас тоже такие вопросы как раз обсуждаются, да, когда ребёнок уже сам начинает готовить еду себе. То есть, если он это может сам делать, только единственный момент должен быть, это должно быть безопасно для ребёнка, да. Вот, то есть, обращение с газом, там, да, с холодильником, там, и так далее, и так далее. Вот, а это должно быть с родителями определённым образом ребёнку преподнесено. Но несколько раз это проделано, вот, а в дальнейшем вот ребёнок может это делать самостоятельно, и для него это очень важные моменты почувствовать себя определённой важностью, определённо важным человеком, вот. И от такой деятельности у него, чем больше такой деятельности происходит, тем, соответственно, больше у ребёнка возникает самостоятельность. Но здесь есть несколько моментов, которые мы тоже наблюдаем. Это ряд вещей, которые дети делают, вот, которые не делают дети, и которые родители напрягают. Например, дети пользуются игрушками. Убери. Да, убери. Вот, убери у детей, и это вызывает достаточно такое... Ну, им, конечно, им не хочется, да. ...сложную конструкцию, потому что, если на этот процесс посмотреть более широким взглядом, да, то, если, например, дети играют в общем каком-то пространстве, да, они тоже хотят, чтобы какая-то часть их вещей находилась здесь, вот, какая-то, каким-то образом эта территория ими осваивалась определённым образом, вот. И в данном случае, когда мы наблюдали за этими процессами, у нас тоже были сначала очень серьёзные взаимодействия с детьми, что как это, ну, по собственному самостоятельному, они могут это сделать действительно, вот. Но для них это вызывало каждый раз очень сильное напряжение, мы не очень понимали, почему это происходит. Но с определённого момента мы приняли другую стратегию, когда мы разрешили это всё сделать, да, то есть вещи можно оставлять, просто мы резко упростили механизм их сбора этих вещей. То есть мы эти вещи быстро, то есть поставили там ящик, там их собирали в ящик вечером, там буквально за 2-3 минуты, и в ящике они хранились. И вот такой механизм привёл к тому, что дети через какой-то промежуток времени, достаточно небольшой, через месяц-два-три, они перестали это всё как бы вот раскладывать во все места. То есть они знают, что у них есть ящик, и эти вещи их здесь, то есть они не убраны куда-то там далеко, то есть они могут любым моментами воспользоваться, вот. И они в общем пространстве, они могут с ними поиграть, вот. И в данном моменте они уже, ну, как бы это, вроде как переросли, и сейчас они уже самостоятельно с ними взаимодействуют, да. То есть они их вынимают не так много и убирают, скажем так, достаточно, ну, просто им убрать их. Вот поэтому каждый такой момент и случай надо рассматривать тоже с разных точек зрения, вот. Ну, например, совместное убирание игрушек тоже, ведь. Конечно, конечно. Давай я тебе помогу, давай ты мне поможешь убрать твои игрушки. Это ещё один момент, да, что когда, например, ребёнку бывает тяжело решиться на какой-то момент, да, предлагается помощь. То есть я не делаю, а я помогаю. То есть ты делаешь, я могу тебе помочь в тех моментах, которые тебе тяжело, там, достать в верхней полке кружку, там, или там что-то ещё сделать и так далее. И это, да, очень хорошо включает детей в этот процесс, и этот процесс идёт намного более хорошо, и он приводит к тому, что он становится потом самостоятельно. Да, это ещё один подход хороший. Ну, подход вот идёт прям как игра, то есть дети живут на игре. То есть если вы сделаете из любого занятия игру, ребёнок быстрее включится. Очень классный пример живой – это фильм «Мэри Поппинс». Она из всего превращала игру. Несмотря на свои волшебные силы, да, дети постоянно играли и постоянно что-то делали, даже приём лекарства. Лучше примера и не привести. Самый ещё хороший пример – это зеркалка. То есть если родители делают, рано или поздно ребёнок будет смотреть и делать. Если у родителей, извините, бардак, да, не заставите вы ребёнка, не научите. Даже если заставляя его, он не научится, скажем так. Ну, и плюс характер, да, ребёнка. То есть понятно, что есть люди, которые вырастают и хотят всё по полочкам разложить, а некоторым достаточно прям в кучку это всё сложить, и всё и нормально. Они знают, где взять, и всё хорошо. То есть там составляющих достаточно много, но самостоятельности ребёнка, как Артём сказал, лишать ни в коем случае нельзя. И тут опять вопрос к родителям. Не поставим ли мы барьеры и не поломаем ли мы то? Об этом давайте поговорим после того, как мы послушаем мнение самих детей, как же они помогают по дому, да, что вот они считают своими такими вот достижениями по дому. У нас рубрика «Детское мнение» прямо сейчас. Детское мнение. Я помогаю родителям делать яичницу и мыть посуду. У меня есть обязанность выносить мусор со всего дома. Правда, я про неё часто забываю. Но гораздо приятнее, когда мама меня попросит, например, посидеть с младшим братом. Я его могу поразвлекать, повеселить, поиграть с ним. Я на даче мыю посуду, я за собой убираю игрушки. У меня хорошая память. И когда мама что-то забывает, я ей напоминаю. Такие у нас чудесные дети, молодцы, понимают, да, что помогать-то это неплохо, да, и даже вот с младшим братиком кто-то вот сидит, всё это вот действительно какое-то удовольствие даже приносит, судя даже, из-за ответов. Можно я сразу к этому мнению? Ну вот сразу к этому мнению про младшего братика. У меня есть обязанность выносить мусор, и я про неё забываю. А с младшим братиком он всё помнит, он знает, где сидит. Да, это игра, идёт игра, и то, что его вот вовлекли в неё, даже с тем же младшим братиком. Как не навредить? Или давайте, да, Артём сначала прокомментируйте детские мнения тоже. Не, я хотел уже, да, дальше двинуться, да. А как не навредить, действительно, это очень важный аспект. Потому что ребёнок приходит, да, с желанием помочь, а мы часто его же на этом и пресекаем. Не надо, я быстрее сама. Да, да, это первый момент. И второй момент, мы ещё тоже по поводу различного рода процессов пытаемся ребёнку навязать какую-то вещь. То есть, например, там, убраться в своей комнате, там, разложить, да, игрушки, сложить одежду, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы даём ряд таких вещей. И здесь вот, что касается его мира, да, где он находится, то есть его комнаты, если она существует, да, его гардеробы, одежда, игрушек и так далее, то вот его мир, он может быть устроен как угодно. То есть туда лучше не... То есть если бардак, пусть бардак? Да. Да, это приводит к очень странным последствиям. Сейчас расскажу, каким. Некоторые родители, которые у нас есть, они рассказывают про своих детей такие вещи, что когда мы отпускаем эту ситуацию, и действительно ребёнок до какого-то времени у себя, как бы у него находится всё как вот прям... Хаос. Хаос, да. Но это такое определённое творческое, вот творческое состояние пространства, где это неупорядочено, потому что в упорядоченности нет творчества. Вот, и когда всё это разложено в определённом, скажем так, хаосе таком, это даёт определённые эмоции, определённые мысли творческие. Вот, так вот, и это приводит, когда эта ситуация отпущена на усмотрение ребёнка, она всегда через то, что они подсматривают у родителей механизмы поведения, то есть неизбежно это приводит к тому, что они их стараются реализовать у себя в более перфекционистском плане. И вот один из наших родителей, он описал такую ситуацию, когда ребёнок сначала, да, всё было разбросано, а потом сопределённо с какого-то момента, почти так, он всё у себя разложил, причём разложил, ну, очень, очень так, 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 даже как сам родитель не раскладывает, то есть он там всю свою одежду перегладил, всё разложил по цветам там, по порядку, вот, всё, значит, остальные предметы тоже, значит, упорядочил, и в данном случае родитель не ожидал такого решения, но он знал, что ребёнок, он сделает так ему удобно, и это выражается в усилении перфекционизма. Есть ещё один такой случай, мы тоже описывали, когда отец тоже с ботинками, вот, в прихожей тоже заходишь, там всё разбросано, разбросано, вечно разбросано, и он никогда детям ничего не говорил, он просто брал их, расставлял, ну, достаточно немного времени тратил, просто вставлял просто, и всё, и уходил. Когда дети выросли, обзавелись своими семьями, и когда он пришёл к ним домой уже, у них была настолько идеальная структура установки обуви... То есть всё равно это где-то закладывается, откладывается на перспективу. Да, 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 это неизбежно происходит, потому что сейчас для них важна игра и больше игровые творческие составляющие, но... Всего до пространства. Да, но образ жизни семьи, да, и родителей, он становится одним из единственных, когда ты становишься самостоятельным и один, то есть это... У тебя, да, тут пример, в котором ты рос, он прежде всего и превалирует по жизни. Продолжаем программу «Время и дети» на пилот-радио вместе с Артёмом Фёдоровым, с основателем среды образовательных возможностей, СОВ и Павлом Хелько, основателем детского клуба «Вверх тормашками», арт-педагогом. Разбираемся, как научить ребёнка помогать родителям по дому, как лучше выстроить этот весь процесс, и вот тут ещё такой немаловажный аспект, как с какого же возраста всё-таки ребёнку начинать, ну, такие акценты делать, да, на то, чтобы вот, ну, неплохо как-то вместе, совместными усилиями вести домашнее хозяйство, ну, так вот, если в кавычках. Вот скажу лично о себе, да, дочки ещё маленькие пока, но вот вспоминая себя и даже видя сейчас, как вот у меня дочки 7, а второй 10, то они в этот процесс начинают входить постепенно, как бы сказать, без нажима, да, где-то посуду помоют, где-то, ну, ты уже за собой хотя бы помой там или ещё что-то такое. Она всё это делает без напряга, без каких-то капризов и барьеров, да, а в процессе она смотрит, и она начинает, ну, дополнительно посуду, потом подходит, а можно яичницу пожарю? Вот, делает яичницу, там фигурка получается, ей нравится. Она ещё ребёнок, но она в процесс входит. Некоторые вещи, я прошу помочь, допустим, сейчас, да, там, кашу приготовить или ещё что-то, она мне помогает, и она учится. Я думаю, в процессе она плавно входит, а вот вспоминая даже своё, как бы, детство, да, я думаю, что он, что это, если правильно вот это всё делать и не ставить барьеров, которые вызовет просто не хочу и всё, нежелание полное, то ребёнок сам начнёт. И когда уже простая просьба, а не могла ли ты, а, пожалуйста, там, приготовь или там уберись, я не думаю, что это будет вызывать отрицательные эмоции, ну, критичные, и, скорее всего, ребёнок разделит с вами. Ну, какие-то простые вещи, может быть, всё-таки раньше просить, там, например, с двух, там, лет уже, когда ребёнок что-то понимает, там, принеси, пожалуйста, там, да, вот это уже будет помощь. Не, ну, естественно, принеси, пожалуйста, это идёт как игра. А вон ту, вы же не будете говорить ему, принеси, пожалуйста, мне, там, электрическое перо, там, ещё что-то. Вы же, мы говорите, вон там красную штучку, он такой грибочек, да, там метёлочку. У меня приехал племянник, увидел красную метёлку, мёл ей всё, и потом уезжать. Не хотел, хотел уехать с этой метёлки, но это опять игра идёт, игра. Мы говорим уже про осознанное взросление, да, и это вот в процессе. Если всё пройдёт хорошо, мягко, да, то, как бы, ребёнок сам разделит с вами вот эти, вот, как бы сказать, обязанности, да, домашние, но это моё личное мнение. Да, да, здесь тоже согласен с этим. Первое, что должно быть, это соответствовать его физиологическим возможностям, да, потому что маленький ребёнок и большая метёлка может быть несоответствующим. Либо должно быть какой-то определённым образом приспособленность к этому, да, что это небольшого размера вещи, которые это позволяют делать. Да, и второй главный момент, это в том, чтобы это должно быть, да, сориентировано на него, на самого, потому что он понимал, что он делает это в том числе и для себя, вот. И часть вещей он делает только как бы, потому что это он, там, мыть за собой посуду, да, как правильно было сказано там, или готовить себе еду, возможно, да, то, которое хочется ему, а то, которое, например, никто больше в семье не ест, например, да. Это тоже нормально вполне, вот. И вполне делать разного рода там, то есть пролил воду там, или что-то там рассыпалось, спокойно. И ещё самое интересное, когда они достигают результата, они же хотят мотивации внутренней, то есть благодарности от вас. Соответственно, она приготовит ребёнок посуду, ой, посуду говоря, приготовит ребёнок яичницу, да, и он угощает, он уже готов кормить в семье. И также с другими вещами. Плюс, я думаю, что чем взрослее становится, там уже будут устраиваться некоторые, так сказать, рыночные отношения внутри семьи. Потому что если ребёнок, ну, не ребёнок, уже даже подросток, да, делает некоторые обязанности, вы просите его что-то сверху, того, что он обычно делает, он может вас сказать, а можно я за это там погулять пойду, или в кино схожу, или ещё что-то. На частик задержусь. Конечно, да. Социальные отношения. Социальные, рыночные. Ну, рыночные. Нормально социальные отношения, без рыночных. Такой взаимообмен, без денег. Да, поэтому это тоже нормально, надо принимать, а не просто говорить, что ты должен, ты обязан. То есть, ну, как бы, нет такого. Время советов. Итак, вопрос. Ирина написала сыну Егору 4 года. Ребёнок не хочет меня слышать. Что ты говоришь ему, всё делает по-своему, практически не управляем. Что это может быть? Возрастное или характер? Вообще, что делать в такой ситуации? Вот 4 года. Поможем Ирине с ответом на этот вопрос? На самом деле, хорошо бы увидеть эту ситуацию. Потому что, ну, ситуации абсолютно разные бывают. 4 года, а просто вот, как сказать... Может быть, какая-то вот в том-то и дело возрастная ломка идёт? Ну, переходный возраст, он же идёт вот 3, 4, 5. Он вот в начальной стадии, он достаточно частый. И у всех может по-разному возникнуть. Где-то он может высказать свою самостоятельность, своё я. А потом вопрос во взаимоотношениях, которые внутри семьи, и как с ним вели себя. Если ему всё до этого давали, а теперь с него спрашивают, да, извините, с какого? Вот. То есть ситуация неоднозначная. Сказать, что вот делать и так, и вот так, я бы не сказал. А как сделать так, чтобы... Ну, можно некоторые рекомендации дать. Первое это то, что попробовать на какое-то время этот процесс остановить, прекратить, да, и посмотреть, какая будет реакция у ребёнка. То есть прекратить вещать что-то, да, что-то рассказывать. Да, оставить. То есть оставить взаимодействие по запросу ребёнка, в первую очередь, если оно идёт. То есть его как раз не блокировать. То есть ты, типа, со мной не общаешься, я с тобой не буду. Нет, так не надо делать. Наоборот, то есть вы свой поток убираете, а тот, который запрос у него идёт, вы на него отвечаете. Потому что может быть несоответствие. То есть он хочет спросить что-то другое, уже он подрос, он хочет что-то ещё поузнавать, а поток от вас идёт всё продолжающееся, как там для однолетнего, двухлетнего и так далее. И, знаете, надо послушать, что у него за запрос, что он хочет слушать, о чём он хочет говорить. Вот. И в соответствии с этим скорректировать и в этом ключе с ним взаимодействовать и разговаривать. Да, ещё говорю, тут ещё вопрос в ситуации. Что значит не слышит? Может, он так сидит, мультики смотрит, что не отвлекается? У меня дочь 10 лет, если мультик смотрит... Можно ни о чём не спрашивать и не просить. Можно, да, уходить. И, в принципе, мои родители говорят, что я был такой же. Поэтому всё зависит от ситуации. От ситуации, от взаимодействий, о том, что интересно сейчас ребёнку, что вы ему пытаетесь донести, что вы его спрашиваете. Панацеи нету. Нет таблеточки, которая заставит ребёнка слушать. Ну, нужно, да, конкретные ситуации уже какие-то... Плюс какие-то поколенческие вещи, которые мы можем не понять, как другое поколение, а у них это по-другому складывается уже, потому что он растёт уже в другом мире. Мы прощаемся с вами до следующей встречи, а следующая наша программа будет не в среду, она будет во вторник, 17 марта. Итак, до свидания. Всего доброго, до встречи. До встречи. Время и дети.